Здравствуйте, с вами Марина Романюк. В конце рабочей недели, как обычно, вспоминаем, чем запомнились уходящие пять дней. Мои коллеги и я прямо сейчас расскажем о самых обсуждаемых в городе Темах. Смотрите в выпуске. Лед тает. Сотрудники МЧС проводят рейды на водоемах. Наша съемочная группа сегодня поучаствовала в профилактическом выезде. Пять лет программе формирования комфортной городской среды. Губернатор региона Николай Любимов подвел итоги и рассказал о планах развития. Госпрограмма формирования комфортной городской среды, к которой Рязанская область подключилась пять лет назад, доказала свою эффективность. За этот срок в регионе благоустроено более 120 общественных пространств, почти 400 дворовых территорий. Общая сумма потраченных денег – миллиард 800 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил губернатор Николай Любимов на совещании по развитию госпрограммы. Какие приоритеты будут в этом году, расскажем далее. Комфортная городская среда – это проект не для чиновников. Весь прошлый год его представляли жителям городов. Именно они определяли, где эффективнее нужно тратить государственные деньги. В Кораблино, например, на 76 миллионов обустроили Березовый парк. В Рязани наконец-то подвели окончательные итоги выбора самих жителей. В текущем году начнутся работы на четырех общественных пространствах, которые были отобраны путем проведения беспрецедентного для Рязани рейтингового голосования. При этом Рязань вошла в топ-10 городов по масштабу поддержки голосования жителями – более 78 тысяч человек. Жители поддержали окраинные территории города. В Октябрьском районе – Дубовая роща, Вишневый сад, в Железнодорожном – Гвардейский сквер, в Московском – Парк имени Белякова, в Советском районе – Лесопарк. Пятым в списке на улучшения оказался Лыбецкий бульвар. После небольшого раздумия его тоже добавили к четверке лидеров. В Скопине жители решили благоустроить сквер имени Карла Маркса в Касимове имени Пушкина. Касимовский проект, по словам исполняющей обязанности главы города Светланы Андреевой, уже готов. Сумма контракта – 5 миллионов 280 тысяч рублей. Будут выполнена работа по устройству вертикальной планировки благоустройства территории. Сквера. Строительство детской площадки. И работы по озеленению парка. Важное условие правильного благоустройства территории – выбор подрядчика. Это удивительно, на первый взгляд, но тех, кто работает спустя рукава, в регионе с избытком. И контролировать их нужно ежедневно. Это непосредственная работа глав на местах. Не бойтесь вы с ними расторгаться, если видите, что ни черта не получится. Потому что действительно некачественно работают очень многие, очень многие. Добросовестных подрядчиков намного меньше, чем недобросовестных. Ну просто даже в силу того, что денег сейчас государство очень много выделяет на эти цели. И таких в таком количестве организаций просто не хватает по стране и у нас тоже в регионе. Рекомендация прозвучала четкая – прописывать в контрактах этапность работ, чтобы в случае чего было время на смену подрядчика. А этого самого «в случае чего», как показывает практика, предостаточно. Причем во всех муниципалитетах. Погода минусовая, толщина льда больше 20 сантиметров – значит, сейчас самое лучшее время для зимней рыбалки. Поэтому, чтобы несчастные случаи предотвратить, МЧС регулярно проводит профилактические рейды и колесит по оке на судне особой конструкции. Валерий Седов с подробностями. Зимой проехать по акватории оке можно только на вездеходном судне. Поэтому и пользуются сотрудники МЧС Хивусом – амфибией особой конструкции. Скорость до 100 км в час, а с экономным расходом топлива можно доехать до Московской области. Маршрут, конечно, скромнее. Сейчас ездим на массовые скопления рыбаков. Выход людей на лед, где больше всего организован ежедневное патрулирование на нас. Ждать долго не пришлось. Пару минут пути – и вот они, любители зимней рыбалки. Правда, завидев судно-амфибию, мужчины спешно засобирались. Примечательно здесь то, что штрафы бы рыбакам никто не выписал. Рейд носит все же профилактический характер. Мужчинам бы рассказали об опасности выхода на тонкий лед, сказали о важности самоспасателя и дали памятку. Но вместо этого инспекторы увидели только спины уходящих рыбаков. А вот снасть у дельщики оставили. Значит, скоро вернутся. Место для рыбалки мужчины, кстати, выбрали безопасное. Толщина льда хорошая. Мы края нашли, выцепили. Сейчас мы говорим о том, что у нас получается по линейке порядка полметра. Но если брать и учитывать еще снежный покров, который будет составлять порядка 15-20 сантиметров, то, что от 20-25 сантиметров чистого льда, мы говорим смело, что позволяет сейчас безопасно достаточно сходить на водные объекты. Это толщина льда конкретно этого залива. Чем ближе к самой оке, тем тоньше лед. Об этом рыбакам следует помнить. Правда, сказать это сейчас некому. Отправляемся на следующий участок. Судно может ездить как по льду, так и по воде. Амфибия есть амфибия. Педали, как на автомобиле, правда, здесь это не газ и тормоз, а спуск воздушной подушки. Управлять судном, кстати, сложнее, чем автомобилем. Но приловчиться можно, говорит инспектор. Те, кто ездят по рязанским дорогам, но не на водительском месте, пассажира такого судна вряд ли поймут. Ход у него гораздо плавнее, да и на кочках не подбрасывает, а вот на поворотах заносит немножко сильнее. На первый взгляд рейд прошел безрезультатно. Ни с кем из рыбаков поговорить по душам инспекторам так и не получилось. Правда, сами сотрудники МЧС говорят, что любители подводной ловли просто испугались камеры. Мы же считаем, что пассажиров Хивуса приняли за сотрудников совсем другого ведомства. Следующий рейд пройдет уже без камер, и тогда у инспекторов, наверное, будет больше шансов разумить отчаянных рыбаков. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В Кораблинском районе по инициативе жителей благоустроили Березовый парк. Проект получился всенародным. Он победил во всероссийском конкурсе, что позволило привлечь дополнительные средства из федерального бюджета. Губернатор Рязанской области узнал оценки масштабной стройки у местных жителей. В недавно отремонтированной Пехлецкой сельской библиотеке светло и просторно. Функционала стало больше. Помещение универсальное. Во-первых, солидно обновили книжный фонд. А во-вторых, здесь открыли двери в самую настоящую виртуальную реальность. Теперь посетители смогут перенестись в мир любимых книжных героев в интерактивном режиме. Своеобразный апгрейд провели через нацпроект «Культура». Современным услугам губернатор Николай Любимов был приятно удивлен. Когда концепция разрабатывалась, мы учитывали каждый уголок, чтобы у нас все было функционально и красиво. Да, функционально. И я думаю, что у нас получилось. Да я считаю, что вполне получилось, даже очень хорошо. А еще в районе капитально отремонтировали Табаевский сельский дом культуры. Впервые за 60 лет. Здесь в 46-м году рабочие и жители деревни стали строить клуб своими силами. То есть сами лили шлакоблоки и по воскресеньям, по выходным дням они строили. Ну вот... Что-то способом. После... Собнорочил. Да, да, да. Строили сами, своими силами. После того, ну то есть на протяжении времени, естественно, долгого времени обветшал. И поэтому в 21-м году вступили в программу и вот ремонтировали такой красивый пункт. Тема вакцинации, понятно, сейчас самая актуальная. В Кораблинском районе к вопросу подошли тщательно. Вакцину получило уже 80% населения. По словам Николая Любимова, это один из лучших показателей в регионе. Люди дисциплинированно идут, заботятся о своем здоровье. Прежде всего, это очень хорошо. Не везде, к сожалению, такая ситуация. И людям еще не раз придется об этом сказать. Не раз еще какие-то доводы привести, убедить их. Надеюсь, что все-таки большее количество людей поймет. У нас пока еще на уровне области всего 67% вакцинированного от взрослого населения. Поэтому еще есть над чем работать. А вообще больницы, конечно, коллектив в первую очередь. Люди, которые работают очень хорошо, относятся к своему. Дело очень ответственно. Они наладили такие вещи, которые действительно сделаны для удобства жителей. В этом году в самом Кораблину обустроили новую территорию для отдыха всей семьей. Березовый парк. Потратили немало. Около 76 миллионов рублей. Но деньги пошли на нужное дело. Сегодня парк пользуется спросом во все времена года. Зимой в парке можно покататься с горок, на катке и даже на лыжах. Ну а летом весело провести время на новой оборудованной пляжной зоне. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала ТВ Кораблино. Исчезновение автобусного маршрута номер 82. Недостой в Октябрьский городок из транспортной схемы города получилась с некоторым налетом скандальности. Кто-то зачем-то собирал подписи в соцсетях, кто-то пытался откровенно смещать акценты. Разве что митинговать не выходили. Но причина оказалась банальной. Утро. Час пик. Микрорайон Недостоева. Конечная остановка. И вроде бы все как всегда. Люди, маршрутки. Вот только тех, кто по привычке ждет автобус с цифрами 82, ждет разочарование. Его не будет. Ни к вечеру, ни завтра. Причина банальна. У перевозчика закончился срок лицензии. Пятилетний на минуточку. Хотя, в общем-то, и при действующем документе он не особо-то и баловал пассажиров. Маршрут 82 по реестру на маршруте должно быть 34 автобуса. Но перевозчик на линии выпускал от 10 до 15 максимум. 15 это максимальная, наверное, цифра, которая там была. А так и меньше 10. Понятно, что коммерсант пытался выжимать максимум, чтобы автобусы уходили под завязку. Но при этом он жестко нарушал расписание. Понятия интервал движения, по сути, не существовало. А еще этот товарищ обещал в 2019 году перейти на автобусы среднего класса. Получается, обманул? Да и к тому же сам маршрут 82 по сути морально устарел. Так говорят сегодня специалисты, отвечающие за моделирование пассажиропотока. Маршрут номер 82 на 75% дублирует автобусный маршрут номер 30, троллейбусный маршрут номер 16, а также маршруты 32 и 62. Поэтому его изменения являются целесообразными. Брежь в охвате всех микрорайонов и управлении транспорта решили закрыть через изменения в других маршрутах. Теперь и в Приокске, и в Недостоево заходят дополнительные автобусы. Так что разгонять через соцсети тему «Мы не можем уехать из Недостоево» сегодня по меньшей мере глупо. ГЛОНАСС работает как часы. И эту позицию сегодня, что называется, закрывает автобус номер 55. Вот, кстати, и он. Да, он 55-й пошел сразу не в полном объеме, но сейчас 10 единиц ходят регулярно. И ходят добросовестно там по расписанию. Что касается Октябрьского городка, заранее мы предусмотрели возможность перевозки жителей Октябрьского городка и мехзавода, и керамзавода в сторону Московского района. Мы изменили движение автобуса номер 10, который стал следовать смех завода сначала до телезавода, а затем до поселка Семчино. То жители Октябрьского городка могут воспользоваться этим автобусом с остановки автомобильный институт. Что же касается 82-го маршрута, то пусть и с пересмотром схемы, но он все же вернется в транспортную модель города. Может быть, недели через две, как только юридически заберут его у предыдущего перевозчика. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К моменту выхода сегодняшнего эфира лицензии перевозчика официально лишили. К следующим новостям. На фоне всплеска вирусных заболеваний специалисты пришли к выводу о необходимости сократить количество пациентов в медицинских учреждениях. Для этого появилась возможность получить больничный лист дистанционно, если состояние пациента не требует срочного медицинского осмотра и госпитализации. Достаточно позвонить на телефон горячей линии. Изменения в приказе Минздрава России, по которым электронные больничные теперь легализованы официально, по идее должны разгрузить поликлиники. При всплеске амбулаторных больных это, похоже, самый разумный выход. Дистанционный больничный лист может быть открыт на 7 дней. В течение этих 7 дней пациент будет наблюдаться с помощью голосового помощника, который будет ежедневно обзванивать пациентов и уточнять состояние пациента. Его состояние будет фиксироваться в электронном виде и при ухудшении состояния операторы колл-центра будут связываться и уточнять информацию уже у самого пациента. Для электронного оформления больничного теперь нужно первонаперво позвонить на линию 122 и ответить на вопросы робота Виктории. В ходе разговора она предложит открыть больничный. Соглашайтесь. Далее все сведения о вашем состоянии уходят в вашу же поликлинику. В случае, если пациент не прикреплен к медучреждению или в данный момент в гостях, то сведения о нем направят в ближайшую поликлинику. После чего на связь выйдет медицинский работник и уточнит состояние здоровья. В первую очередь это наличие температурной реакции и наличие положительного результата в ПЦР. Врач дистанционного центра будет принимать решение о необходимости личного осмотра на дому. Экспресс-тестирование здесь тоже возможно. То есть экспресс-тестирование всеми методическими рекомендациями оно разрешено. В поликлинике ОКБ врач дистанционного центра работает с пациентами уже с 4 февраля. Как уточняет заведующий терапевтическим отделением Елена Андрейчева, сегодня дистанционных обращений в среднем больше сотни. Дистанционное консультирование безочного приема позволяет разгрузить врачей, решает проблему очередей. Врач дистанционного центра областной клинической больницы, которая осуществляет дистанционные консультации пациентам, определяет необходимость открытия больничного листа именно дистанционно безочной консультации, определяет необходимость направления медика домой. Также врач дистанционного центра при необходимости продлит вам больничный и даже закроет его без посещения поликлиники. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Ежегодно увеличивается количество пропавших детей. Если, например, в 2018 году дети пропадали 141 раз, то в 2020 эта цифра выросла на 20%. 176. К поиску пропавших подростков всегда подключается следственный комитет. Следователь-криминалист Дмитрий Крюченко рассказывает об одной из самых запоминающихся поисковых операций. История эта произошла в 2014 году. Тогда девушка поссорилась с мамой и решила убежать. На дороге поймала попутку, добралась до Москвы. Мать обратилась в правоохранительные органы. Следов никаких не было, девушку искали больше полугода. Силовики совместно с волонтерами прочесывали огромные территории. В итоге через полгода она нашлась живой, правда, в состоянии сильного отравления. Пояснилось, что после того, как у нее не получилось отпраздновать свой день рождения в этом отдаленном селе Скопинского района, она на дороге поймала машину, добралась до Москвы. Там передумала, хотела вернуться, но была похищена неустановленными лицами. И полгода она была фактически в рабстве, жила в подвале. Это только одно дело из огромного архива следователей-криминалистов. Только за прошлый год несовершеннолетних искали 93 раза. Работали в связке, обособленно вести поиск не получалось, говорит Дмитрий Крюченко. МВД, ГИБДД, МЧС, Росгвардия, волонтерские отряды ищут практически все и потерявшихся чаще всего находят. К поиску пропавших детей следователи подключаются всегда. И алгоритм уже выверен. Начинают с беседы с родственниками, потом ищут цифровые следы. Если остались какие-то гаджеты, которые пропавший подросток оставил, мы, разумеется, их осматриваем. Если есть возможность посмотреть страницу в соцсетях, конечно, мы ее посмотрим. Посмотрим, кто в друзьях в интернете. На какие темы они общаются. Ну и дальше развертывается поисковое мероприятие. Как я уже сказал, это целый комплекс мероприятий. Поиски в зеленых и каменных джунглях, опрос свидетелей и другие мероприятия – это ежедневная работа следователей-криминалистов. При том, что остальные уголовные дела, понятно, никто не отменял. Тем не менее, они настойчиво идут по следу и чаще всего находят. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С чего начать знакомство с нашим городом? Какие экскурсии выбрать? Где найти самые выгодные предложения? Вот лишь малая часть вопросов, которые возникают у любого путешественника. Специально для гостей города и области запустили новый информационный сервис и программу для туристов. «Выгодный путь», путешествие с местным и сценарий поездки. Такие нетривиальные названия получили новые сайты для гостей города. Сервис собрал несколько выгодных и удобных предложений для туристов. Это некая экосистема, которая объединяет несколько сайтов, где мы старались собрать максимально полезную информацию для путешественников. Потому что даже и на этапе планирования поездки возникает очень много вопросов и уже в процессе. И мы хотели на них максимально ответить. Поэтому разделили все на несколько блоков. Один из них как раз называется «Сценарии поездки». Это серия готовых маршрутов. Сейчас у нас загружено несколько. И они будут постепенно пополняться. По городу и области автомобильные и пешие с гидом или голосовым помощником. Все маршруты и сценарии разработаны для удобного путешествия и экономии времени. Сценарий – это не просто набор объектов и достопримечательностей. В каждой программе есть четкие рекомендации. Что именно посмотреть? В какое время года приехать? На чем и даже что попробовать? Еще одно преимущество туристической экосистемы – программа лояльности «Выгодный путь». Именная карта предоставит выгодные предложения и персональные скидки для пилигримов. Еще одно направление, которое назвали «Ты с местом», это как раз ответы на самые популярные вопросы. Советы как раз от нас, от ТИЦ. Как добраться до той или иной достопримечательности, полезные телефоны. Все это собрано на сайте. И также у нас запущен телеграм-бот, который доступен. Там 24 на 7. Ему можно задавать вопросы всегда. Впрочем, нынешние сценарии путешествий не конечны. Скоро их дополнят новыми маршрутами и разнообразными поездками. А хватит всю область. Шпаргалка туристы, как считают разработчики, обеспечит гостям города глубокое погружение в местную достопримечательность и поможет лучше узнать рязанскую культуру. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». В многообразии форм народного творчества изобразительное искусство остается зримым и вещественным отражением культурных идеалов народа. Предметы, составляющие визуальную канву человеческой жизни, в современном мире часто воспринимаются как этнографический артефакт, требующий расшифровки. А между тем, язык традиционного символа, орнамента, художественная форма, утилитарного предмета все также находят свое выражение в произведениях современных авторов. Собрание таких произведений представили в художественном музее. При всей консервативности художественного языка народное искусство неизменно откликается на глубинные общественные потрясения. Великая Отечественная война и героическая победа советского народа над фашизмом стали началом нового этапа и в развитии народных промыслов. В послевоенный период народное искусство выходит за рамки утилитарной функции и обращается к зрителю в форме крупных тематических произведений. Как художники смотрят на произошедшие события, как они пропускают их через себя. То есть многие авторы предоставили работы на личные свои темы, то есть посвященные своим дедушкам и бабушкам, которые прошли войну и которые отразили в их душе особые переживания. И другие, которые, допустим, Анна Бутина, которая через природу, через мозаичный пейзаж, она показала тоже префронтовой лес, который пейзаж, там не происходит никаких ботальных сцен, событий. Это просто пейзаж с березками, но он настолько ассоциируется с какими-то военными событиями, потому что лес, партизаны, прочие военные действия, фронт, они были свидетельны, природа была свидетелем вот этих страшных событий, которые происходили. В основу экспозиции легла мысль об образной переработке в предметах народного искусства, народной памяти. На выставке «Земли моей минувшая судьба» представлены произведения художника-керамиста Добрынина, созданные в 1946-47 годах. Это фигуры красноармейцев, выполненные в реалистической манере. С ними соседствует костюм, созданный по мотивам традиционной народной одежды в 1980-е, мастерами ныне несуществующего предприятия «Рязанские узоры». К сожалению, 21 век довольно жестко прошелся по народным промыслам. Закрыты известные фабрики, которые существовали долгие десятилетия на Рязанской земле. Рязанские узоры, фабрика Скопинской художественной керамики. Влачит достаточно сложное существование. Михайловская фабрика, Труженица, производство Кадамский венис. Все, чем мы гордились многие десятилетия, когда мы говорили о промыслах Рязанской земли, к сожалению, сейчас утрачивает свои функции. Продолжением экспозиции являются произведения современных московских мастеров, художественного стекла и керамики. Используемый в них материал вызывает ассоциации с хрупкостью человеческой жизни и неизгладимостью воспоминаний. Стремление разделить боль ушедшего поколения, передать ощущение живой связи прошлых и сегодняшних, составляет содержание творчества современных авторов. Если говорить о современных мастерах прикладного искусства, то здесь вы видите и знакомитесь с интереснейшими техниками производства стекла. Например, Тиффани, Фьюзинг, Малирование. Когда видишь подлинные образцы художников, сделанные в наше время и посвященные теме памяти предков, памяти прошедших подвигов, это необычайно интересно. Соседство многих экспонатов может показаться неожиданным. Это своеобразное путешествие через многообразие форм, материальной культуры, столкновение традиционных и современных решений позволяет остро прочувствовать внутреннюю основу искусства, корни которого неизменно уходят в глубину народной памяти. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости уже в понедельник. Команда телекомпании «Город» оперативна и объективна будет рассказывать, что происходит в регионе. А я желаю вам хороших выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!